Девушки отдыхают Вам тоже огромное спасибо Вот И хотел кое-что еще сказать Я ухожу из группы Балаба Мишелька Спасибо большое, что ты так вот при всех Честно и открыто признался Хочу тебе напомнить, что слово не воробей Вылетит, не поймаешь Я знаю А ты хорошо подумала Обратной дороги не будет Мне она и не нужна Я все для себя уже решил Мы идем, и ты иди вперед Нам по пути И солнце светит в лицо И ветер в спину нам летит Дали, не дали Не дали, не дали Спали местами, не стали листами Но не перестали Дорога на газ Рука без руля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Открыты все мосты И догорает желтый свет Но выхода нет Но выхода нет Поехали Погнали вперед Поехали Дорога ведет Поехали Машина поет Поехали Назад уже никто не повернет Поехали Надеж Я как бы люблю тебя Ну, по-настоящему Вот И хочу, чтобы мы были вместе Всегда-всегда Вот и Ой Поэтому я прошу Выходи за меня замуж Я хотел купить кольцо Но не успел Понятно Надюш, ну мы правда с тобой две половинки Ты и я Надя, ты не слушай его Он все брешет Ты посмотри на его Да он не любит тебя вовсе Люблю Да молчи ты уже Любит Ты Сутками впахиваешь Без выходных А он на диване валяется Вот это любовь, да? Ты нахлебник Мама Я уже 20 лет, мама Нет, ты посмотри, какой подлец Он же хочет через потайную дверь К нам в семью пробраться Через сердце моей дочери Не бывать этому, не бывать Так, мама, выйди вон отсюда Мы сами разберемся Я вижу, как вы разбираетесь Не успеешь оглянуться Он у меня бабкой сделает И что? Опять ребенка поднимать На своих женских плечах Я уже одного подняла Смех хватит Мама, при чем здесь вообще дети, а? Как? При чем? Ты что, не знаешь, откуда они берутся? Ты посмотри на этого жениха У него же ни кола, ни двора И тещи будущей Кучу денег должен Надя, не слушай маму Слушай меня Скажи да Ты ведь любишь меня? Надя Пожалуйста, давайте без комплиментов Лера, Лера, я вас уверяю Вы действительно очень многому меня научили Я? Чему я могу научить? Лера, вы себя недооцениваете Вы сильная женщина Я сильная? А вы что, разве вы сами этого не видите? Нет Мне кажется, я просто вздорная и капризная Да, но я от этого не заметил Ничего, еще заметить Подождите, подождите Вы же признали, что ваш брак распался Ну и что? Это сильный поступок Немногие на это решаются Вот я, например, я на это решался лет десять А я наоборот Хочу быть такой, как вы Вы такой спокойный, уравновешенный Да, я понимаю, что у вас там внутри все кипит Но вы же это не показываете И это здорово Знаете Я не такой уж и спокойный Как вам кажется Миша Ты болен? Нет, я в здравом уме и трезвой памяти Лично я в полном шоке Ну, ребят Да я тоже Не, ну Чего угодно можно было ожидать Но только не этого Надо было сначала с нами посоветоваться Прежде чем объявлять это во всеуслышание Ты так не думаешь? Ребят, ну я просто не знал, как вам это сказать Я тебя уверяю Так не лучше Ты что, не в меньку? Слушайте, я же вам сказал Я все уже решил А ты зачем такой форсель-то выкинул, а? Я тебя считала взрослым человеком Ну а что стесняться-то все свои? Дорогой мой На тебя что, профессиональная этика Это пустой звук? А ты разве не знал, что Выяснять отношения нужно не на сцене А за кулисами Или лучше всего в кабинете У твоего продюсера Мальчик мой дорогой Может быть ты забыл, что ты уже не в школьной группе играешь А это бизнес Да Вы, вы, вы все правы Возможно я выбрал не то время и место Но суть остается прежней Я ухожу Нет, она не согласна Скажи да, скажи да Надя, скажи нет Ты же не хочешь всю жизнь Стащить на себе этот чемодан без ручки Я люблю тебя Надя, это же не мужчина Да это же ноль без палочки Это же дырка от бублика Это же прореха на человеческий Мы с тобой такой звездопад увидим Ты себе не представляешь Надя, если выйдешь за него Всю жизнь будешь локти кусать И кровавыми слезами обливаться Ни один парень не будет тебя любить Так как я Значит так Если ты выйдешь за него Жить будьте где угодно Только не на моей жилплощади А это не твоя жилплощадь И вообще, знаешь, мам Очень хочется на зло тебе Сказать ему Да? Так ты согласна? Да, Надька, да Отпусти меня, если чужим Значит так Я беру время на раздумья Миша Ты не верен в это? Ты осознаешь, что будет с нами, с группой? Миша, ну правда, ну ты чего? Ну куда без тебя? Ты не должен уходить Ребят Я перед вами очень виноват Простите меня, пожалуйста Но Мое решение окончательное И обжалованию не подлежит Отлично Сказал? Уходи Плакать не будем Клип перемонтируем Твое имя упоминаться не будет Терпеть не могу Истеричных мужиков Я, знаете, все время Смотрю вот на такие пары И думаю Будут они счастливы? Нет Ну понятно, что сейчас у них Букет на конфетный период И какие-то страсти кипят А вот как дальше? Будут они так же друг к другу относиться? Будут так же горячо? Я уверен Что есть счастливые пары Ну, у которых даже Любовь на грабовой доске Да ну, что вы Вериться с трудом Ну, хорошо, приведите мне Хотя бы один пример Ну, хотя бы одну гармоничную пару Во всех отношениях Ну, вот мои родители были счастливы Правда, до того момента Как они не сказали мне, что разводятся Ну, вот, видите Вот сама была вторая семья А вы говорите Клера А я уверяю вас Что все может быть иначе Чем вам кажется Ну, и где же мне эти искать-то, а? По друзьям По больницам По моргам А может А может По любовникам Я не знаю, ребят У меня никаких версий нет Да временное помутнение Да и все Потому что он кирпич на голову упал Я думаю У него какая-то серьезная драма О которой мы даже не догадываемся Мы же знаем, что для Мишки Балабаба Он не мог так просто уйти Ну, а нам теперь что делать? Ну, слушайте, ребят Я, честно, правда Я устал от всего этого Какие-то качели То вроде у нас все налаживается Потихоньку, все хорошо То у нас полная Пятая точка Да уж Правда говорят Бывают черные полосы в жизни, да? Да, только у нас что-то они зачастили Еще такие широкие Так, нам вообще грех жаловаться У нас конкурс на носу И нами занимается Ларина Я тебя умоляю Ларина нами занимается На голом энтузиазме У нас даже контракты не подписаны Ребят Да не, ну не будет она В нас только в бухе Чтобы потом бросить Ну, да Вообще-то она Копичитель школьный Так что может, как говорится По моторщите и бросить Ну, я не знаю Я думаю, что Все решится на конкурсе Как сыграем? Такими темпами Мы вообще до конкурса Все разбежимся Да ладно тебе Разберемся Блин, ребята Ну, у нас же единственный выходной Ну Выключите будильник Ну, блин, ну что за сволочь А ну, хоть раз дадут выспаться Или нет Блин Вот, спасибо тебе Блин, у меня же сегодня смена Рота-подъем Ой, слушай Иди уже на свою смену А Гад, а Разбудился все-таки Только что, в душ я первый Но воды горячей Все равно нет Ну, хочешь, иди Ну, кто он после этого? Ребят А мне приснилось ли Миша от нас правда ушел Да ладно Что, Миша ушел из группы? Не спрашивай Мне же не верится О, парни Возьмите меня Я на любом инструменте сыграю На каком хотите Частно Спасибо Плавали знаем Не надо Там действительно Нет горячей воды Идет еле теплая Да, вообще, конечно Грустно это все Без Михи Балабама уже не та будет Если вообще не развалится Ребят Все это фигня Все у нас будет нормально Правда, я на него Очень золо Ничего Доброе утро А, доброе Как я тут очутился? Я хочу задать тебе тот же самый вопрос Ой, я же на работу Опаздываю Вообще-то сегодня воскресенье Да? Угу Ну, хоть одна хорошая новость На сегодня Не дождался я тебя вчера Я заметила А почему ты не отвечала на телефон? И вообще Ты где была? Я выключила звук Потому что была на концерте Да? На концерте? На концерте С другом, да А что ты меня не предупредила? Ты не думала, что я буду волноваться? Земляничная! Я хотела тебе сказать Что больше я на тебя не готовлю Это почему? Лишние хлопки Ты замуж выйдешь Уедешь отсюда Теперь я продуктов буду покупать Вдвое меньше, чем раньше Ну, а ничего, что я еще вообще-то здесь живу? Кстати, я сегодня борщ готовлю С черносливом Ну, любимый Ну, да Мам Ну, а с чего ты взяла, что я вообще за него выйду? Я еще могу сказать ему нет Не скажешь Почему? Потому что ты дура Я дура? Да И парня себе выбрал такого же Дурака, каких свет не видывал Вы друг друга стоите Хочу тебе напомнить, что у меня жизнь еще только началась И у меня еще знаешь, что может быть? Не знаю Но залежалый товар Не очень-то разбирают Я хочу тебе сказать Кому ты будешь нужна После того, как тебя банька твой дурак Кинет По московским площадям По бульварам Тут и там Бегает весенний ветер Ты мне? Тебе кому еще? Прости Доброе утро Я не думала, что ты так рано проснешься Да, с тобой вот поспишь Ты же сам по раннего утра начинаешь уже шебуршить Ну, извини, я пыталась потише У тебя прекрасно не получилось Прости, пожалуйста Да ладно, все нормально Я по утрам такая злая Это у нас семейная Ну, папа, кстати, у меня точно такой же А как же вы уживаете вместе? Как видишь, по отдельности Слушай, Галя, у меня тут есть йогурт Ты не хочешь угоститься? Хочу Ты специально для меня йогурт купила? Нет, я специально для тебя йогурт не покупала Просто все равно угощаюсь Спасибо Вот видишь, я бываю по утрам злая А потом становлюсь лучше Ну и что, ты сегодня целый день собираешься зубрить? Ну, почему целый день? Я еще хочу к Кире в больницу съездить А, ну да Образцовый день ботанки Тебе еще не хватает пару часов там буквально провести В какой-нибудь приюте для животных И картина будет идеальной Ну, почему же сразу ботан? Я еще вообще-то и пою Кстати, а что ты думаешь насчет вчерашнего? А что насчет вчерашнего? А, я считаю, что Миша молоток Дал всем по зубам Быстрее слезешь Дольше проживешь Не нуль, я тебя не разбудила О, прости, пожалуйста Ты уж полдень Вставать пора, тебе не кажется? Кто рано встает, тому, как говорится Хорошо Ну, прости, пожалуйста Когда проснешься, позвонил Угу, пока Как она работать будет? Двенадцать часов спать Рабочий день как три часа идет Во-первых, сегодня воскресенье Так она ведь и не работает Моя дочь не неженка Если ей надо, она и в шесть часов встанет Хорошо, если так Смотри, сделаем так Ты сейчас отвезешь меня в офис Сам будешь на телефоне Я буду целый день там Если ты мне понадобишься, я тебе перезвоню Хорошо, понял Угу Кстати Во сколько сегодня мой муж уехал, ты заметил? Часа в восемь утра Хорошо А когда твой концерт закончился, ты не увидела пятнадцать пропущенных вызовов от меня? Ты понимаешь, я выключила, а потом я забыла его включить Заметила, когда вернулась домой, но ты же уже спал Ну да, да, да А то, что я буду волноваться, ты, значит, не подумала Это допрос? Ты меня подозреваешь, да? Ну ты хочешь спросить, спроси Где я была, с кем, чем занималась Да не надо, ну зачем, ну что ты Я же тебе верю Ты мне ответила Ты была на концерте С другом Кстати, что за друг такой, что-то я так и не понял Доброе утро Скажите, пожалуйста, а мы вообще сегодня завтракать будем, очень хочется кушать Ну вообще-то завтрак-то мы уже проспали, можем пообедать Я как раз суп сварила Молодец Ладно, вы ешьте, мне сейчас ничего не хочется Что-то я сегодня неважно чувствую Я живу в Москве уже 13 лет Так долго И за это время ни разу не была ни в одной усадьбе Ну а как же это, Архангельская, Станкин, Коломенская Я очень много работала Все 13 лет? Да, сначала училась, работала, потом просто работала Ну а кроме работы? Если у меня вдруг выдавался выходной, я ехала к родным Ну ладно, мы этот пробел восполним А в Третьяковке-то ты была, что тоже не успела за 13 лет Ну ладно Я туда тебя обязательно отведу А в следующий выходной мы съездим в парк Ускова Там находится усадьба рода Шереметьевых У этой усадьбы потрясающая история Как и сама усадьба, наверное Знаешь, я когда смотрю вот на такие дома, я не могу поверить, что там просто жили люди Эти усадьбы были и для жизни, и для статуса Но это как нынешние дома на Рублевке Ну так вот, про Шереметьева Женился как-то один граф на богатой соседке И отстроил им прекрасную усадьбу Я это в книге читал Про это все рассказывается Да, богатые невесты им всегда везет Да ладно, вспомни про Росковию Жемчугову Без роду и без племени Но зато талантливая И граф Шереметьев, ну видимо родственник того, женился на ней А мне не нужен дворец Мне бы вполне хватило маленького домика А что, гостиная, спальня, детская Ну, я согласен Вот договорились Я всегда мечтал жить в начале девятнадцатого века Знаешь, война с Наполеоном, декабристы Ты романтик? Ну, да, есть немного Кстати, в усадьбе Шереметьевых Часто можно встретить молодоженов Говорят, там даже можно расписаться Ну, а нам-то с тобой это зачем? Из нас же никто не собирается жениться А, ну, да, конечно Вот так вот не надо проводить выходные Это точно Никаких тебе шашлыков-машлыков Утром встал и на дорожку Здорово, все-таки, что я вытащил тебя сюда Ты представляешь? А я сегодня мог в кино пойти Да ты че? Да Нашел себе кого? Нет, я один в кино хожу А, моя тоже все-таки в кино хочет сходить А я против Ну, во-первых, туда молодежь одна ходит А во-вторых, я считаю, дороговато Да Кстати, как там Елена Петровна поживает? Шо ты ее знает? Странная она какая-то в последнее время Неприветливая, знаешь, неразговорчивая В чем дело, загадка? Слушай, может дело в марафоне? Наверняка Может, диверсию какую готовит, а? Слабительного мне перед марафоном подсыпать хочет Слушай, а это идея Может быть, тогда дистанцию быстрее пробежишь Не надо Я уж сам Ну, привет какой Привет Приятного тебе аппетита Спасибо И ты угощайся Спасибо Меня перевели на рацион номер три И знаешь, что я иду на поправку Никаких больше супов пюре и вареной курицы без соли Ну, значит, скоро дома будешь Я завтра с твоим лечащим врачом переговорю Ну, если честно, мне как-то домой возвращаться не особо хочется Че так? Ну, там мама А я не знаю, как с ней разговаривать А, это А ее доченька там нет Она опять к Соболевскому ушла Опять? Опять Ну, ты знаешь, пап Наверное, это даже к лучшему Нам же хорошо было без нее, правда? Правда Итальянский завтрак, пожалуйста Добавьте туда побольше свежих фруктов И чашку эспрессо А дама? Взять тебе тоже что-нибудь Нет, я ничего не хочу Дин Ну, поешь Тебе надо поесть Ну, что тебе уголковать? Ну Чашку кофе И? Все И горячий красав Угу Спасибо Не выношу, когда ты ничего не хочешь Ну, почему я хочу? Я хочу сейчас быть рядом с Кирой Просто это невозможно Поэтому я не настаиваю Ты знаешь, о чем я подумал? Когда все это закончится Соберем мы с тобой вещички Привоним куда-нибудь к морю Говорим Ну, помнишь, как там хорошо с тобой было в Италии? Помнишь? Вообще хорошо приезжать туда, где есть Свой собственный дом Совсем другие ощущения Помнишь, как нас с тобой чуть в открытое море на катамаране не нанесло? Да, жаль, что не нанесло Там правда хорошо Утром идешь по улице, все завтракают в открытых кафе, пахнет свежим кофе Выпечкой, все галде Порции вот такие, вот такие Я бы тогда уехал навсегда Сень, слушай, смотри Я два дня назад еще открыл свою страничку в интернете И уже столько народа, смотри И одноклассники бывшие, и еще какие-то ребята Слушай, а ты что, реально их все знаешь? Ну, не всех, конечно Но если девчонка симпатичная, ну почему бы не познакомиться? Кстати, а их же можно всех на концерт позвать через сайт Слушай, а эта тема, ты голова! Здорово, мужики Привет, привет Здорово Как спалось? Кошмар, тебя не мучили? Да, мы случайно не являлись тебе во сне и не звали обратно Миша, вернись, мы не можем без тебя Ну все, ладно, ладно, хватит Я знаю, что вы считаете меня болваном Да просто, Миша, если бы это сделал не ты, а Гуцул Ты бы так на него наезжал бы? Вот да, сто пудово бы объявил, что его подкупила Ларина Да, 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 и причина какая-то должна была быть Ладно, Миша, ну мы не идиоты, давай говори, почему Небось, Нина забеременела? Ты должен содержать семью Дурак, что ли? Ну, она все же замешана Ну, возможно Ну, близко, да? Близко Ну, ладно, что ты, колись, мы же все друзья Ну, я не могу, мужики, правда, не могу Ну, может, не надо, зато у нас теперь будет клип Мы участвуем в конкурсе Да, а ты еще пожалеешь потом Только это будет уже поздно Понял? Пришли уже? Да, вот здесь я и живу Хороший дом Я тебя умоляю Стены тонкие Сосед чихнет, я ему говорю, будьте здоровы Ну, с ребенком гулять негде А знаешь, какой район мне нравился больше всего? Это Измайлова Вот, если бы я покупал квартиру, то только там Та же история Ну, а где твои окна? Зачем тебе? Ты будешь мне сиренады петь? Нет, я просто спросил На втором этаже Так, тебе плохо? Нормально, такое бывает Зайти хочешь? Да, конечно Давай Ты должна написать для них песню Даже не знаю Я обычно песни пишу для себя Под женский вокал Я даже не знаю, что получится у меня Да ерунда Это даже будет очень интересно Только вот без всяких этих Там, я любила Я его желала Да? Да, я поняла Я подумаю Ага И еще Знаешь, давай только не о любви, ладно? Надоели эти сопли А что-нибудь такое, знаешь Позитивное Ну, например, когда, мол Расставание не страшно Когда тебе 18 лет Жизнь прекрасна Ну, в общем, короче говоря Let's go and have some fun Надо подумать Да ты сможешь Я уверена Только представь себе Пятеро славных парней Поют твои песни Ну, не пятеро их А сколько их там Четверо сейчас Я почему-то подумала Что не может быть Чтобы Миша сам ушел Он же не дурак Ну да, конечно Он не дурак Он половина от дурака Гормоны у него играют Гормоны играют Понятно Да, да, конечно Я тебя понимаю Но нет Ничего сделать не могу Спасибо Алло Валь, привет Это я Кто? Это я, Дина Ты меня что, не узнал? Прости, я сцени После дежурства А, прости Я просто хотела узнать Ну, как там Кира С ней все в порядке Пока Вон, ты мне столько всего надарил Тут вся твоя любимая музыка Ну, так не бывает Ну, бывает еще и не так Ну, вот А я тут сижу, как аркозябля Без косметики И в зеркало на себя страшно смотреть Перестань ты Прекрасно выглядишь И вообще Главное, что ты Цела и невредима Ну, почти Не верю, но приятно Кира, что ты паришься? Тебе тут есть перед кем красоваться? Или ты ждешь кого? Ну, вот я тебя ждала Я хочу, чтобы ты меня видел Только красивой Слушай, если бы мы жили с тобой Вместе Ты бы засыпала в макияже Да, как эти голливудские звезды Просыпалась с красивой прической И там с наклеенными ресницами Так, что ли? Нет Ну, главное же, нет У меня мама в больнице лежала с аппендицитом Так папа ее целые месяцы выхаживал Он от этого меньше любить ее не стал Знаешь, у меня папа видел маму в таком виде Что врагу не пожелаешь Ладно, тему замялю Нет, ну... Привет! О, привет! Привет, Валя Как дела? Нормально Ну, выглядишь, конечно, не очень Но я думаю, скоро поправишься Вот спасибо тебе, настоящий друг Не то, что некоторое Вот я фрукты принесла Апельсины и яблочки Угощайся Ну, как получше? Это же не похмелье Так просто не пройдет Ой, как все хорошо начиналось Ну, ладно тебе, а Слушай, я думала, токсикоз уже кончился Ну, я прочел Так будет до конца первого триместра Слушай, ты меня поражаешь Ты об этом читаешь? Ну, я все-таки имею Некоторые отношения к тебе Ну, и к твоему ребенку Ну, правда, не самое прямое Слушай, не надо было мне есть Этот дурацкий хот-дог Ой, Глеб, ему явно не нравится хот-дог Ну, да ничего Подрастет, распробует Не надо было тебе разрешать есть А то гадость Слушай, ну, я думала, если мне так хочется То ему тоже хочется А вышло наоборот Ничего, тебе станет легче Глеб, я так боюсь При выкидывши обычно все начинается С резких болей в животе А у меня очень болит Да все будет хорошо, не волнуйся Ты лучше поспи сейчас Ты уснешь, а я пока сбегаю к ребятам Навстречу Глеб, не уходи, пожалуйста Вы будь со мной еще хоть пять минут Привет О, привет Как настроение? Лучше не спрашивай Объясна Ты просто так пришла или что-то случилось? Нет, просто соскучилась Может быть, тебе помочь? Шутишь? Чем? Бокалы протирать? Ну да Полин, извини, ты просто занят Ничего страшного Это, видимо, я слишком свободна Слушай, я тут подумал Да Сейчас заработаю денег И приеду к тебе в Лондон Тебе там понравится Особенно в пабе Покажешь мне все Вольгарскую площадь Бац, то это как Биг Бэн Ну, Кирс, ты ведь не приедешь, да? Кстати, сделай, пожалуйста Два апельсиновых фреша И молочный коктейль Хорошо, сейчас сделаю Извини, парень Ну, расскажите Как все плохо у господина Романовского? Ну, не так все плохо, как вы рассчитывали А именно? Есть кое-какие зацепки Ну что же вы стоите Присаживайтесь, пожалуйста Чай, кофе? Я сегодня без секретарши Вы сами хотите приготовить мне кофе Кто же от этого откажется? Молоко, сахар? Кофе с молоком, без сахара Отличный выбор В общем, к Романовскому не подкопаться Но я сделал все, что мог Грант оформим на подложную организацию Со всевозможными нарушениями Выглядит все так, как будто Романовский Собирается от имени Снегинки Нарвать деньги Прекрасно Пожалуй, я вам сделаю кофе по-ирландски У меня есть бутылочка прекрасного шотландского виски Что ж такое? Спасибо Николай Павлович Здравствуйте Здравствуйте А я вот смотрю, у женщины неприятность Поэтому помогу Я не узнал вас совсем А я вот в магазин за продуктами ходила А я тоже в магазин ходила Да, и что купили? Хлеб Всегда забываю хлеб покупать Вот молоко каждый раз беру, думаю, что кончилось Потом домой прихожу У меня пакетов пять обязательно стоит Кстати, вам не надо молока? Представляете, как раз собиралась молоко покупать А зачем покупать? Я вам дам, пойдемте ко мне, я вам дам молока К вам, да как-то неудобно А в чем неудобно? А перед кем неудобно? Я живу один Мы с вами взрослые люди Посидим, попьем чайку Поговорим Ну хорошо Только чур, я что-нибудь покрюк чаю Вы хотите что-то сладкого? Шоколад, печенье У меня все есть Я должен вам сказать, я... Я ж под каешку Да что же сумки держите? Давайте, давайте, вам же тяжело Вам, наверное, нельзя Пойдем Как неожиданно Привет Привет Здорово Здорово В какой-то веке решил посетить наш оазис Я вначале в общагу зашел Там Саша с Арсеньем меня облаяли Я их понимаю Сам еле сдерживаюсь Ты не сдерживаешь Мне твоих одолжений не нужно Миш Прикинь, я буду ругаться, честно Да мне тоже Вот, поговори Как Нина Нина Да не знаю я К сожалению Но ты не в курсе? Конечно в курсе Поэтому и спросил Ага Решил разыграть друга Ты знаешь, я уже так запутался Я уже не знаю Кто друг мне, кто не друг Погоди, это сейчас камень в чай огородке Дай Не парь Вот разошлись Да А могли бы столкнуться лоб в лоб Зачем? Правильно, что вступила мне дорога Не надо стоять у меня на пути По этому поводу можешь вообще не переживать У меня всегда свой путь Я просто Ларина вымотал Ну, я про старший Да Походу она тебе предложила что-то более страшное Нежели мне Слушай, Миша А я тут подумал А может нафиг ее пошлем, а? С ее интригой Да кто она такая? Какое она имеет к нам отношение? Мы был обаму Мы это придумали Мы это сделали Мы написали песни Пошли мы нафиг и все, а? Ну подожди Ну а как же Глеб, Арсений, Саша? Арсений, Глеб и Саша Наши друзья Они с нами Ну все равно, понимаешь Ну, Ларина Она опасный человек Если мы как группа от нее уйдем То В дальнейшем это будет чревато для нас Ну, о чем ты думал, когда уходил? Да я ни о чем не думал Как спонтанно Ушел и все Понятно Я относился наш диск к Ларине Я заварил эту кашу Значит и мне Убирать эту плесень из нашей банки с вареньем Миша, я больше не могу под нее прогибаться Да я тоже Ну вот и все Пора уже самим выбирать свой путь Особенно в личной жизни Ну скажи мне Неужели Ты мне чуточки не жаляешься, что вы расстались? Не, а не скольчки Нет, прям совсем ни капельки, ни капельки Не даже половинку, самой маленькой капельки Ну ты кремень вообще Стараюсь Я бы на твоем месте рыдала бы, как ненормально Такая любовь все-таки На земле живет Шесть миллиардов человек Неужели ты думаешь, что я никого не найду, кроме этого Миши? Да нашла бы, я не сомневаюсь в этом Ну, одного единственного Только я не понимаю, для кого он единственный Для меня или для этой Жанны? Слушай, мне порой кажется, что мужчины так просто устроены Они могут быть одной половинкой двух разных женщин Ну вот вспомни, например, моего Тему Ну да, вы тоже расстались Еще бы Он за моей спиной с какой-то лохудрой мутил Причем практически сразу Все три месяца он меня обманывал Жесть Вот я не понимаю, почему нельзя сказать сразу Алена, прости меня Я встречаюсь с одной лохудрой Ну и расстались бы И все дела, господи Ну все эти лабиринты никому не нужны Мне никогда не понять логики этих существ Ого Проходите Вот, прошу вас Это, собственно говоря, мое Жилье Че тут все как дома А я пока чай организую А эти подарки от учеников, да? Да, Дарья Вы знаете, каждый класс хочет подарить что-то запоминающееся Работаю тут давно, 28 лет Так что накопилось много О, одеяло своими руками сшито Наверное, это самое приятное Да Кстати, девочка, которая это одеяло сшила Сейчас живет в Новой Зеландии Двух детей родила Да А мячик? Вы в футбол играете? Нет, но играл Кстати, неплохо играл Это подарил тоже наш выпускник Он был известный голдкипер Вратарь За сборную стоял Ой, ну зачем же столько сладкого? А мне, знаете, их тоже дарят Уже целый склад Я их вам с собой еще дам У вас же две девочки Все съедят Вот ничего себе зашла Молоко, конфеты Ну, а что, мне приятно Что вы зашли Одному-то думаете, хорошо? Нет Не очень весело А я на развод подала Слушай, по-моему, она ревнует Вообще, с чего бы это? Не обращай внимания Это долгая история Ладно, если бы что-то было Но у нас же реально ничего нет Хочешь фреш? У меня фрукты остались Могу угостить Игорь Я бы хотел с тобой поговорить Наедине Времени у меня немного Буду краток Вы с Полиной какие-то проблемы, так? Нет С чего вы взяли? Я же вижу Она опять в депрессии Я ничего плохого не делаю Скажи, у тебя кто-то есть? Нет Никого нет Просто Трудно подобрать подходящие слова Кажется, мы с ней Охолодили друг другу И боимся себе в этом признаться Но, к сожалению, охолодил только ты один Нет Она привыкла думать, что любит меня На самом деле это не так Хорошо Пока ничего я об этом не говори Потом сама поймут Хорошо, я так и сделал Ладно, давай пошел Все-таки, Дин Надо было купить этот зеленый Пиджак Коричневый лучше Ага И надо было все-таки оба взять Саш, ну хочешь, давай вернемся Да ладно, пусть он радует кого-нибудь другого Все-таки тоже надо было купить Коричневый Господи, ну какая разница Пиджак и пиджак А ты знаешь Сколько бы мы с тобой заплатили в Европе Вот за завтрак и за этот пиджак Вдвое меньше, правда? Здесь, конечно, цены, черт побери Они накручивают вдвое А самые лучшие магазины знаешь где? В Германии Вот как-нибудь поедем с тобой В Берлин, в Гамбург Я тебе покажу Там целая улица Бутяков Всякие бренды Модные молодые дизайнеры Как раз то, что ты любишь Дин У меня есть предложение Только не говори сразу, нет Какое? Мы переезжаем жить в Италию Я так решил Мы уезжаем навсегда Тише, 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 тише Чизмона, Карнегия и мюркий бас Бадур вас любилец, мышкачни на колас Ну, наконец-то Давай, присоединяйся Всем привет Давай, давай Тише, 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 тише Тише, 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 тише Чизмона, Карнегия и мюркий бас Бадур вас любилец, мышкачни на колас Голоколюк, березь, кира, шнука, митин Ну, а при певе для вас поёт Константин Тише, тише, тише Тише, тише, тише Чизмона, Карнегия, шнуля, Олег Мини-подстанция мира, куриный век Осина, Люки, Ренера, Штубель и Буш Ну, а при певе для вас поёт Константин Тише, тише, тише Ну, вот и отлично Кто бы мог поверить, что у вас когда-то было пятеро Молодцы, ребята Кстати, число пять очень хорошее Я вот подумала и решила взять нового солиста-гитариста Чего? Мы же не можем играть песни в теперешнем составе Поэтому нужно принять как данность, что у нас будет новенький А как вы хотели? Я в вас столько денег вложила, дорогие мои Я не могу всем этим рисковать из-за ухода Миши Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...